Здравствуйте! Пожалуйста, какие самые необычные маршруты в этом году подготовлены для Амичей? Для Амичей в этом году мы подготовили хорошие, интересные туристические программы для путешествий по Омской области. Конечно, это ряд привычных маршрутов, но есть и новые направления. Расскажите о новых. Новые направления связаны, конечно, с теми локациями, о которых Амичи слышали, но которые дают новое представление о нашем регионе. И с точки зрения сохранения традиции, и с точки зрения новогодних праздников, сохранения традиций новогодних, и с точки зрения освоения нового места. Вот я бы в этом году посоветовала Амичам именно на Новый год поехать в Тарский район, в город Тара. И не только для того, чтобы посетить Северный драматический театр, не только для того, чтобы совершить новогоднюю прогулку, а еще и для того, чтобы поучаствовать в фототуре, потому что в этом году Тара наполнится очень интересными инсталляциями, которые дадут возможность создать красивый контент. Это во-первых. А во-вторых, конечно, если вы едете в Тарский район, то как минимум нужно заложить два дня, потому что второй день будет посвящен выезду в Тарский район. Это будет село Бобровка, где сохранились латышские традиции. Конечно, здесь нас ждут в течение всего года, но именно на Рождество будет подготовлена очень интересная программа с яркими мастер-классами и очень хорошим вкусным угощением. Это то, что новое увидит Амичи. А еще в этом году себя открывает Аконечниковский район. И в этом году запущен маршрут, который называется Ниди истории. И нам этот район известен, наверное, двумя важными фактами. Во-первых, здесь находится музей Мниязова. Во-вторых, здесь сохраняются традиции ворсового ковроткачества в селе Крестики Аконечниковского района. И поэтому, если вы сюда приедете с организованной группой, то вы обязательно научитесь и ковры класть, и поймете, какое значение для жизни страны имеют те герои, которые местом рождения имеют наш Омский регион. И поэтому я предлагаю для того, чтобы вы сделали комфортный маршрут для себя, конечно, решили в первую очередь, какой это будет маршрут. Это будет семейный маршрут, индивидуальный. Или все-таки вы хотите стать частью группы, туристической группы, которую организуют омские туроператоры. И всю информацию о них, о предстоящих новогодних выездах, можно узнать в официальной группе ВКонтакте Туристского информационного центра Омской области. Из традиционных маршрутов, какие остаются в топе Омичей и почему? Да, есть у нас места туристические, которые любимы всеми, которые многие из омичей и гостей нашего региона посещают на протяжении круглого года. Но есть определенные периоды, которые особенно популярны. Например, Большереченский район в этом году, он выступает как локация туристическая, где есть своя туристическая карта, где обозначены все места посещения, все объекты. Кроме того, места размещения, точки питания. И все это складывается в очень интересную туристическую карту. И, как мы с вами знаем, в новогодние праздники здесь открываются сибирские владения Деда Мороза. Сразу отмечу, что нужно ловить, конечно, те свободные окошки, которые появляются в группах, потому что ежедневно сибирские владения Деда Мороза принимают до восьми групп. То есть это очень большой поток желающих встретиться с нашим сибирским Дедом Морозом, младшим братом Деда Мороза из Великого Устюга. И поэтому я тоже предлагаю обратиться, конечно, к туроператорам за организованными поездками. Ну и, кроме того, Большевичинский зоопарк. Ведь он тоже предлагает очень интересные новогодние программы. Например, в этом году будет работать и уже работает новогодняя программа, которая называется «Секреты снежного зоопарка». То есть в рамках этой программы можно понаблюдать за животными. Будет много очень рассказов о том, в чем особенность их переживаний зимы, например. Можно будет поучаствовать в кормлении животных. Ну то есть, кроме этого, будет свой маршрут внутри зоопарка, и он будет связан именно с зимним периодом жизни тех животных, которые размещены на территории зоопарка. Кроме того, на территории картины галереи организован кукольный театр. То есть дважды в день вы можете посмотреть представление. Это тоже очень интересно, абсолютно для разной аудитории. Конечно, сам поселок Большеречи – это очень интересный центр. Это большая горка, это каток, это большая елка. То есть, чтобы провести время с удовольствием и с комфортом, стоит, наверное, планировать посещение Большереченского района на два дня. Разместиться и ездить. Привычный маршрут – это, конечно, Муромцевский район. Но чаще всего Муромцево у нас связано с летним отдыхом, потому что по Муромцевскому району можно сплавляться по реке Тара, можно поучаствовать в событийных мероприятиях, например, в начале лета. Но зимой там тоже очень хорошо и комфортно. Например, в деревне Окунево сегодня тоже разработан ряд маршрутов, которые в себя включают, например, посещение мастеров, которые включают в себя дегустацию травяных чаев, например. Ну и, естественно, путешествия по энергетическим местам, которые так любят и амичи, и гости нашего региона. Конечно, Муромцевский район – это реликтовый сосновый бор, который тоже всегда ждет всех желающих, потому что комфортное пребывание, тишина зимний. А лес – это все впечатляет и заряжает. Но если вы хотите активности, то здесь можно взять в прокат тюбинги, можно взять в прокат лыжи на биатлонной базе и совершить прогулку по лесу. Перечисленные направления отлично подойдут для семейного отдыха. А где же найти в Омской области экстрим? Экстрим, в первую очередь, связан, конечно же, с организованными выездами экскурсионных и туристических групп за город. Потому что основная потребность для горожанина – это побывать на природе, покататься на лыжах. И вот такие выезды сегодня уже организованы. Лыжный сезон открыт. Я предлагаю также выйти в группу ВКонтакте Туристского информационного центра и посмотреть, какие предложения в ближайшее будущее вас ждут. И я вас призываю, конечно, выезжать за город, в общем, проводить досуг со своими родными и друзьями. А насколько сегодня вообще доступен туризм в Омской области с точки зрения цен? Все зависит во многом от того, куда вы хотите поехать, на какое расстояние. Потому что стоимость поездки, например, в Омский район, в Любинский район, например, в музей сказки Васин Хотор и в город Тара абсолютно разные. То есть, естественно, это увеличивает стоимость и вашего пребывания, и стоимость в целом вашего путешествия. Поэтому, конечно, планируйте из расчета своих расходов на дорогу. Во-вторых, стоимость посещений, например, музеев, посещений каких-то локаций интересных, которые связаны с активностями, с участием в мастер-классах, невысока. То есть от 50 до 200-300 рублей вы можете заплатить вот за такую активность. То есть, опять же, многое зависит от того, какое подспорье нужно, допустим, мастеру, для того, чтобы сделать какой-либо предмет. Один вопрос, если вы занимаетесь керамикой, другой вопрос, если вы создаете тряпичную куклу, а третий, если вы занимаетесь уралосибирской росписью. То есть все зависит от этого. Кроме того, рассчитывать стоит еще и на возможность ночевки. Потому что сегодня многие точки, куда едут туристы, отдалены от Томска. День короче. Естественно, что хочется посмотреть многое, но в один световой день это не удается. И у многих существует потребность остаться с ночевкой. То есть вот здесь тоже нужно смотреть, где можно переночевать, да, и выбрать то место, которое комфортно для вас и с точки зрения пребывания, и с точки зрения цены. Сегодня выбор большой гостиниц, например, есть в городе Тара. Сегодня, если вы хотите посетить большевечие с ночевкой, стоит задуматься об этом заранее, чтобы забронировать себе место. Есть, конечно, возможность пребывания с ночевкой и на востоке нашего региона, например, в городе Калачинск, потому что там тоже проходит целый цикл новогодних программ. И пребывая, допустим, в Калачинске, вы можете, например, запланировать себе посещение театра, так же, как в Таре. Поэтому многое складывается из тех потребностей, которые вы хотите удовлетворить. Ну а в целом, если, допустим, вы едете на традиционную программу, например, в Большеречи, на целый день, в Старину Сибирскую, то вы потратите от 2,5 до 3 тысяч рублей. С учетом дороги, с учетом участия в программе, посещения всех локаций, в том числе зоопарка, и обеды. То есть вот такую стоимость можно закладывать. А насколько сегодня организована транспортная доступность? Это организованы какие-то выезды или придется как-то самим добираться до пункта назначения? Это замечательный вопрос, потому что сегодня туристы не всегда хотят ехать в организованных группах. Кому-то это проще, потому что за тебя уже продумали маршрут. Это везут опытные туроператоры, опытные организаторы, которым можно доверять. Именно поэтому в группе Туристского информационного центра выставляется уже отработанная информация. То есть ей можно действительно доверять, можно следовать за той программой, которая предлагается. Но многие туристы хотят и самостоятельно выехать. И тогда, опять же, в Тицеумской области можно взять брошюры, в которых размещена вся информация о том, как добраться до той точки, которая вам интересна. И вот на данный момент, допустим, мы выпустили вот такую брошюру. Это брошюра, которая включает в себя 10 туров по Омской области. Среди них есть и туры зимние. Здесь указаны контакты туроператоров, к которым вы можете обратиться по всем вопросам, в том числе по организации выезда, например, не только внутри большой группы, но, например, организация выезда для семьи. Это тоже сегодня доступно. Кроме того, в Тице сейчас есть информация о том, как добраться до какой-то точки. Это отдельные буклеты, где разместиться, как добраться. Есть информация в мини-буклетах по районам самым популярным, где тоже указаны и телефоны, и основные точки посещения, и контакты для связи оперативной. Поэтому я предлагаю всем, кто хотел бы путешествовать по Омской области и не знает, с чего начать, обратиться в первую очередь в туристский информационный центр нашего региона. И, кроме того, если вам интересен уже конкретный район, я напомню, что на сегодняшний день в Омской области открыто 6 туристских информационных центров. То есть они размещены практически по разным направлениям движения туристов в Омской области. Это и Калачинск, это и Тюкалинск, это Большие речи, Муромцево, Тара. Вот в Таре, в самой северной точке находится, в одной из крайних точек северных находится тоже туристский информационный центр, где сосредоточена информация, например, по возможным поездкам в Устишимский район, в Большоуковский район, в Сидельниковский район. То есть спектр информирования, он достаточно большой. Поэтому обращайтесь и для всех желающих мы поможем составить индивидуальные маршруты. Ну, насколько можно увидеть, направления активно развиваются туристические из года в год. И в этом году вы перечислили два новых направления. А насколько активно омичи откликаются на предложения? Сегодня на самом деле омичи откликаются очень хорошо, потому что не всегда доступен отдых в других регионах. Многие не хотят уезжать из Омской области на продолжительный срок. И поэтому кому-то интересно недалеко от дома, недалеко от Омска или от своего района, но так, чтобы это были новые впечатления. И поэтому такой выезд, начиная от выезда выходного дня, то есть это посещение программы в течение одного дня в каком-то районе, либо это даже возможность купить экскурсионную программу по Омску, то есть такое тоже возможно. И до двух-трех дней отдыха. Например, если омичи едут в Муромсовский район, то это уж точно два дня как минимум, потому что хочется проснуться в великолепной природе, хочется почувствовать этот морозный зимний воздух. То есть побыть не в Омске, не в городе, не в мегаполисе. Хочется немного тишины и отстраненности от бытовых дел, в общем, погрузиться в покой и уют. Вот поэтому в зимний период, вот именно сейчас, новогодние праздники, такие маршруты очень востребованы. Сами планируете куда-нибудь отправиться? Конечно. У меня есть планы для посещения не только самых северных районов Омской области. Например, Муромсовский район стоит в сетке моих новогодних праздников. Но мне, например, хотелось бы побывать и в Тюкалинском районе, потому что там очень интересный маршрут, есть связанный с историей купечества. Тоже есть и места для размещения, и очень уютные точки питания. То есть есть то, что подарит интересный досуг и спокойствие, потому что этого нам порой не хватает в нашей ежедневной динамике. Желаем вам и мечам хороших путешествий. Спасибо вам за ваши ответы. Спасибо большое. А я напомню, это было интервью с заместителем министра культуры Омской области Светланой Бакулиной. Я, Ксения Тойчкина. Увидимся в эфире телеканала Омск ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok